В родильном отделении у нас 8 боксов. Сейчас они все оборудованы по последнему слову техники. Как пройдут роды, не знает никто. Но подготовиться к этому событию можно. Например, в школе будущих матерей. Здесь на все вопросы готовы ответить специалисты Одинцовской областной больницы. В течение последнего года мы тесно работаем с роддомом. И вот сегодня, кстати, придет специалист из роддома, который будет рассказывать уже непосредственно глазами того, кто роды принимает, о всех нюансах, о всех возможных каких-то вопросах. Знать точный срок беременности и предполагаемую дату родов важно для будущей мамы. Появление ребенка на свет на 38-40 неделе считается нормой. Но все индивидуально. Первая беременность у Эльвиры хоть и проходит легко, но волнение все равно есть. Поэтому девушка пришла на занятия в школу. Очень важны, тем более для тех, которые первая беременность, долгожданная. Все надо делать верно, правильно, по советам, рекомендациям. Золотой час после родов – это время, когда новорожденные родители знакомятся друг с другом. Именно первый контакт с матерью помогает стабилизировать дыхание ребенка и его сердцебиение. Для будущих отцов эта информация тоже не лишняя. Сегодня будет тоже тема партнерских родов. И мы с женой планируем, что я тоже буду на родах поддерживать жену. Хотел бы узнать, как это сделать правильно. Первый период родов имеет две фазы – скрытую и активную. Во время последней беременной желательно находиться в роддоме. Кроме того, все происходящие в организме будущей мамы изменения, а также результаты осмотров у врача лучше записывать. Раз в месяц я приезжаю сюда, читаю лекции. Один раз в месяц приезжает заведующая операционного блока худояров Рашид Ибрагимов, читает лекцию на тему кесарево сечения. Такая более узкая как бы тема. 14 февраля в женской консультации открывается школа будущих отцов. Специалисты расскажут не только о подготовке к рождению ребенка, но и об особенностях ухода за грудничком. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.